Здравствуйте! Очень будет приятно видеть зрителя на спектакле, который называется «Ветер никогда не ошибается». Это кукольный паут летней театральной школы 16-й. Меня зовут Анна Иванова-Кашинская, я режиссер этого спектакля, который мы сделали с авторством, с Майей Краснопольской. Это материал, который очень требует какого-то особого отношения, когда делаешь литературу, которая совсем не приспособлена для театра. Это лесной цикл Тона Телегина, и книжка, которая легла в основу этой постановки, называется «Письма только для своих». Но название «Ветер никогда не ошибается» тоже является цитатой из одного из текстов Тона Телегина, из лесной мифологии. Это такой кукольный, псевдокукольный, псевдотеатральный материал, потому что там есть только животные, которые почему-то оказались в этом лесу только по одному экземпляру. Там нет ни двух кротов, ни двух узлечков, там всего только, всех только по одному. И поэтому языком для общения найти сложно, и они пишут друг другу письма. Письма совершенно прекрасны, это удивительные тексты. Это автор, который российскому читателю и зрителю, может быть, схож, напомнит притчи, такие тоже полудетские, Сергея Козлова, которые любят ставить в театр Телегин, не очень пока известен театрому зрителю, и тем интереснее было над этим материалом работать с новой группой. Это не самое, с моей точки зрения, сценическое действие писать или читать на сцене тексты или письма, или книги, переворачивая страницы. И поэтому нашей основной задачей было найти какую-то визуализацию тех слов и того действия, которое эти животные совершают. У нас основным выразительным средством этого спектакля являются тени, и кукольным буквально этот спектакль назвать можно только с очень большой натяжкой, но тем не менее какие-то визуальные средства, которые кукольники тоже считают своими, в этом спектакле находятся в большом довольно разнообразии. Это театр света и тени. Сегодня тукольным театром занимаются очень многие смежные, ранее считающиеся смежными территорией театральные и сценические. Конечно, сейчас настолько происходит яркая и очень убедительная мутация всех театральных жанров. Мы все совсем уже становимся не просто соседями, мы уже прям живем все вместе на одной сцене, делим ее. Но для меня самым вдохновляющим примером того, чем, кем, каким может быть актером на сцене, являются спектакли нового цирка, где актер обладает определенными наглами физическими и уникальными, будет тоже англяж или акробатика, или что бы то ни было. И при этом он выходит на сцену не для того, чтобы продемонстрировать свои навыки. Мне очень дорог актер, который устанавливает такие отношения с ролью, что они практически прозрачные. То есть я всегда вижу, кто ко мне обращается, и тот актер, у которого его умения профессионально являются средством открытия его личности, а не способом, не вуалью, за которую он скрывается. Это для меня самое интересное сейчас в театре. И таким образом в процессе и в этой конкретной театральной школе мне было важно сделать и построить процесс так, и сделать такой спектакль, чтобы то, что этот спектакль появился, и то, какие средства выразительности в нем в конце концов оказались на сцене, чтобы они были побочным эффектом того, что мы делаем, а не тем, что я предлагаю людям научиться чему-то. И поэтому, конечно, главное было общение, главное было просто проведение времени вместе, разговоры какие-то, попытки разобраться скорее в том, о чем пишет автор, нежели истерически искать то в очень напряженной временной ситуации, искать то, как мы будем это выражать, а не пытаться наше предварительно имеющееся знание применить к такой вот сложной литературе. И в этом смысле этот проект, конечно, помогает всегда что-то новое узнать об этом человеке, который перед тобой стоит, и, конечно, просто понять, как сделать так, чтобы человек, убрающий, кого бы он играл, белку, грибоедов, мольера или сартра, чтобы он мог остаться тем источником голоса и движения, в котором я могу узнать человека близкого мне. очень много вокруг девальвации уже и движения уже искусственные слова у нас очень девальвированы, поэтому очень хочется докопаться до какого-то просто полноценного общения, а это театр, не на что это там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok